Друзья, приветствую! Подобрал я очередной комплект масел для сравнения. Это у нас G-Energy Synthetic Active 540, Rolf GT 540, Lucoyl Geneser Martech CN для китайских автомобилей 540, Luxe Synthetic 540, это FAPI SN, есть еще SL, TATNEFTE Luxe 540 и Mirox MX9 тоже 540. На этикетке ничего такого примечательного не заявлено. Сейчас я сделаю акцент, выяснил, что это масло качеством повыше остальных. Другие у него конкуренты должны быть. Так, и многих интересовал вопрос, насколько Luxe похож на Geneser Martech. Вот, можете увидеть. Отличие 1,12%, вроде как и рядом, но отличия есть. Значит, масло Toyota я проверял и Lexus тоже в районе процента отличия, но предположительно разные производители его делают. Ну и здесь видите, Lucoyl 4 места из 5, Rolf только сюда затесался каким-то образом. Тут и Armortech GP 0,20 и GP 5,30. Так, следующий скрин. Здесь хотел обратить на линию Mirox. Обратите внимание, нафталиновая гребенка, ярко выраженная. В масле Mirox MX9 присутствуют нафталины. Это уже, видите, отличие от остальных. То есть, если где-то там в каких-то маслах предыдущих там видео искали нафталины, то здесь вот-вот они, пожалуйста, видны прекрасно. Не надо ничего искать. Так, следующий скрин я покажу вам предположительно состав базы. Так, ну, даже здесь видно, что у Mirox самый высокий пик на 722. Так, вот, увеличил этот пик с большим отрывом. По ПАУ у нас лидирует Mirox MX9. Далее на втором месте у нас Rolf GT. После него, ну, там уже так плотненько идет. После него Lucoyl Lux. После Lux Armortech. После Armortech TATNF Lux. И на последнем месте G-Energy. Ну, гаспромовские масла G-Energy. Как правило, да, он такой самый низкий уровень. Демонстрирует, потому что база. Гаспромовская. Гидрокрекинг. Янос. Скорее, не третья группа, а там 2.75. Шутка, конечно. Ну, так. Так, здесь мы видим сукцинемиды. Левый пик. И в некоторых маслах небольшой горбик эстеровый. Так, значит, по сукцинемидам. Смотрите, у нас тут два явных лидера. Это Lucoyl Genesis и Mirox. Линия в линию. Далее идет G-Energy. Ну, Гаспром тоже, в принципе, нормально накладывает. Сукцинемидов. После Гаспрома у нас идет Lucoyl Lux. Потом TATNF PAO. И на последнем месте Rolf. Значит, по эстерам. Ну, здесь такое. Условно эстеры. Это у нас Genesis и Lux. Максимально. Можете остановить. Я не успеваю. Четыре раза перезаписывал. Не успеваю. Так, здесь у нас, значит, по антиокислителям. Смотрите, Lux. Фенольных 0,47. Аминных 0,82. Это просто какой-то космос. Огромное количество. Вот. Ну, не знаю. Не все говорят. Некоторые производители говорят, что это нехорошо. Но вот, крайней мере, вот так. Лидер по этому показателю явно Lux. Так, следующие G-Energy. Ну, здесь уже намного все. Намного все беднее. Девять сотых фенольных. И 69 аминных. В три раза меньше, чем в люксе. Представляете? Разница, конечно, огромная. Так, далее. Рольф ГТ. Здесь мы видим фенольных 0,34. Аминных 1,06. Ну, такой хороший уровень. Ну, конечно, до люкса далеко. О, вот. Ну, здесь уже такое достойно. Скажем так, я бы сказал. Побольше, чем в Mobile 1. Далее. Лукоил Генея Сармартек. Ну, лукоил вообще традиционно. Я смотрю, там, последние анализы. И вот 1,4 где-то плюс-минус аминных накладывает от души. И фенольных 0,41. Да, тоже, тоже жирно-жирно. По этим компонентам. Да, аминные, кстати, говорят, разгоняют щелочное прилично. Так, вот от нефти у нас фенольных не замечено. Аминных 0,79. Ну, такой средний уровень. До лукоилов далеко. Так, и последний. Это у нас Миракс. Здесь у нас тоже аминных. 1,43 много. И отсутствие фенольных. Как бы так. И противоизноски, кстати. Бор намерял 1,53. Тоже высокий уровень. Так, переходим. Давайте к оценке. И здесь у нас можете остановить. Здесь пришлось добавить пункт нафталины. Где все претенденты получили по нулям. Кроме Миракса. Терку получил. Ну, и смотрите. Значит, по составу у нас получается, что Миракс победитель. С 22 баллами. На втором месте Лукоил Люкс. Недорогой. Удивительно. На третьем у нас GNS Арматек. Далее Рольф. GNRG. На пятом. И на шестом Татнефть. Самый слабый состав. В три раза хуже, чем по оценкам, чем Миракс. Так. Ну, и с учетом стоимости. Вот стоимость я привел. А здесь уже у нас вырывается в лидеры Лукоил Люкс. 25 баллов. На втором месте Миракс. Несмотря на то, что классов он повыше и больше и ПАУ. И нафталины присутствует. Вот. И на третьем месте, значит, Генея Сарматек. На четвертом у нас Рольф. 16 баллов. Ну, последнее место Татнефть Люкс. Самое простое. И здесь GNRG вырвался на... Значит, на пятое место. Вот. Ну, вот. Такая картина. Удивительно. Но вот Люкс. По совокупности качества и... И состав хороший показал. Чуть-чуть только уступил, значит, Мираксу. Но зато по стоимости прилично дешевле. На 120 рублей за литр. Ну, это за литруху. Ну, не такая большая разница в этих маслах. Ну, вот. Вот лидера. Можете увидеть. Это люкс. Такие вот получились результаты. Вот. Лукойл достойно. К сожалению, вот, провалился у нас, значит, Татнефть. Ну, и по базе достаточно все так слабенько. Тонемидов немного. Ну, и стеровый горбик такой. Средненький. Вот. Понятно, что нафталинов нет. Финольных тоже нет. Ну, и невысокий уровень аминных. То есть, совокупные вот 7 баллов. Даже стоимость не спасла. Да. Не забывайте, пожалуйста, поставить лайк. Кто хочет дизлайк, подписывайтесь. Это безальтернативно. Шучу. Вот. Нажимайте колокольчик. Значит, к вам приедет скорая. Или не скорая. Ну, ладно. Вот такой получился тест. Благодарю всех, кто поучаствовал в сборе. Кстати, я тут масло как-то потерял. Вроде отмечено, что получил. В Озоне. Но найти банку не могу. Какую-то корейскую. И какую-то интересную. Завтра буду искать. Благодарю всех, кто посмотрел данное видео. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока. 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 Продолжение следует...